И, ну, даже застенчивым, и спросить ничего не сможет узнать. Вот, и поэтому нужно будет освещать человека, помимо того, который сможет учиться на 4-5, так еще и информацию узнавать, спрашивать, и... Так что могу добавить пример из личной жизни. Я думаю, одна группа меня поддерживает, что наша староста, которую был, если я не ошибаюсь, либо куратор, либо вообще не совсем согласованной с группой, это все было. И первый экзамен, допустим, она даже за две недели, она не дошла до деканата, не поставила нам даты экзаменов. И также много чего в начале, в первом семестре, если не году, была ошибка. Просто вы поняли, что ее выбрали, вообще непонятно, к каким образом. Честно, я не знаю, как ее выбираю. У меня такой вопрос. Можно я забыл? Вот, а у нас есть такая поговорка в России, у семи нянек деда без глаз. Не получится ли много и куратор, и адаптер, и староста, а группу без ничего? Да, можно вопрос раз задать? Вот, надо вот это обязательно учесть в вашем проекте. То есть, подбор адаптеров, кураторов, староста, посмотреть все-таки более качественно, чухенно. Вот, посмотрите, как мы выбираем лидера. Лидера, команду лидера. То есть, мы начали с большого количества. 450 анкет, которые вам дают, вот оно, для того, чтобы вот здесь оказываться. 450 анкет. Первокурсники только. Я без того. Дальше, из них выбрали 80. Из 80 сюда приехал 21. Вот, наверное, все-таки вот такой ступенчатый выбор, и надо думать. Для этого мы будем с психологами говорить, и проводить игры, и смотреть, кто как себя проявляет. И у нас на меток вы выбираете. По сути, обучение, которое вы проходите на концептре, возможно, в начале мая, в принципе, оно самой послужит подбором. У меня есть предотчет, что, допустим, первый курс выбирает какого-то старого. Первый курс выбирает какого-то старого. Если он себя хорошо показывает, он может зайти в аккуратно. Если он показывает себя хорошо в аккуратно, на тренинг, он может пойти в ладо. Это человек, который будет большим опытом. То есть, повышение его уровня. И он сможет просто уже это все показать более подробно, чем человек, который только пошел на строку, сидел и узор стартами куратора. Ну, смотрите, я еще вот прошлый вопрос хочу затронуть, потому что с меня не пустя без глаза. Сейчас во многих учебных группах существует два куратора и староста. То есть, людей столько же. Но при том, что вот может один куратор спокойно решать все его функции. И вот мы просто этого второго куратора хотим превратить в адаптера, который будет решать несколько других функций. То есть, в вашем проекту идет разграничение функциональных обязанностей. Куратор. Да. Потому что занимается адаптером. Гипс, староста, третий. Да. Пожалуйста. А че ты занимаешься староста? А в чем разница между куратором и адаптером? Почему не цена поднимить это? Ну, во-первых, то, что человеку будет в принципе сложно за всем этим сразу следить. Он тоже учится. Он уже не на первом курсе. Ему учиться сложнее. Соответственно, мы не хотим грузить его вообще всем. Вообще, можно было его в таком случае старостой сделать сразу в учебной группе. Нет, вы не могут путать старостой, старостой, старостой. И с группой, а это вне, ребята. Нет, просто так тоже много. У адаптера же добавляются функции? Если еще это прилепить к функциям куратора, то... Нет, просто функции куратора, по сути, у нас в университете, они закачиваются... Ну, не знаю, мой куратор, например, прекратил свою работу первой среде. Ну, как бы... Ну, а у меня у меня группы нет. И вы справились. И как бы адаптер, наверное, не сильно будет загружен, если вам будет обновляемый куратор. Ну, у меня адаптер, например, не прекратился. А где вы нашли двух кураторов? Ну, вот, ну, я тогда поступила, и... Извиняюсь, я не говорю, у вас сидит двух куратор, я скажу вопрос, вот у нас, у нас. У него не хватает деньги на нас. Мы все, мы все, мы все, мы все завершения, он проповыряется. Он не хватает времени, потому что мы учим. Зима. Если адаптер социальной активности, то куратор это учебная деятельность. Вот они поэтому предлагают немножко разграничить, чтобы ему хватало и на учебу, а адаптеру хватало тоже на учебу. А то получается, что бедный куратор и туда, и сюда, и бегом, и результат не туда. Да? Адаптеры? Да. Я хотелось бы сказать, кураторы подбираются для каждой группы по тому же направлению обучения. Адаптеры же, они немного функциональны, то есть они не будут зависеть от учебы вашей, то есть они не будут учиться на вашем факультете, возможно, даже. То есть из-за этого можно решить проблему нехватки адаптеров на других факультетах. Допустим, на И-факультете у меня, их будет предостаточно, я думаю, на каком-нибудь другом факультете, если я не ошибаюсь. Там не хватает народа, мы можем с И-и перенаправить туда. Он это не должен, чтобы не делать. Так. Да, да. У вас там стоят пункт, это проведение игр на знакомство с самим военмехом, то есть внутри стен, с кабинетами, с прочим, с прочим, с прочим. Это обязанность Куратора. То есть адаптер будет выполнять эти обязанности Куратора. А Куратор обязанности не совсем. Это сейчас. А они предлагают разграничить. Как в чем обязанности Куратора? Опять же, Кураторы, 31-й слайд, если не ошибаюсь, по большей части, как у меня была, проводят экскурсию по военмеху. Они будут вместе с адаптером проводить, то есть адаптер должны быть в это вмешиваться. Они проведут экскурсию. Все. Но адаптеры после этого проводят игру, чтобы закрепить эти знания, которые дал на Куратор. Они не будут выполнять его функции. Они именно закрепят просто небольшой материал в своем нет праж. И все. Ну смотри, от того, что тебя один раз проведут по коридорчику и скажут, что здесь и здесь, ты ничего не запомнишь. То есть вы предлагаете говорить в так называемом игровом варианте знакомство с ВУЗом. Извините, один раз в нашем ВУЗе это проходило, вы, наверное, не знаете. У нас проходил квест... За прошлый год, по-моему. Тайный Дмитрий Федорович. Тайный Дмитрий Федорович. Это пример, то условное название. Ну, такое было. Тайный Дмитрий Федорович. Еще вопросы, пожалуйста. Нет? А, наверное, я так. А, ты еще вопрос. Давайте сейчас послушаем. Сейчас, это... У меня, может, вопрос не совсем к вам. Вы говорите, что вот группа друг друга не знает и так далее, не контактирует между собой. Ну вот, мы зачисляем вас, когда? Мы же вас не знаем. Группа может быть не одна. Может быть, надо придумать что-то при самом комплектовании группы. Хотя формально мы вас не знаем. Вы подали документы, мы знаем балл ЕГЭ, вы прошли по баллам, зачислили 50 человек, потом поделили по группе. Чисто произвольно. А мы не знаем эти люди, да? То есть работа отдам может учиться с приемной комиссии? Да. Учитывать... И это может быть не балл ЕГЭ, а числологическая совместимость. Ребята, это не критика, это предложение. Это предложение. Но тут не то, что ваше участие, тут как бы всех структурно все должны участвовать. Так, да. Один из критериев ваших изменений, которые вы пришли, это было то, что люди, которые еще не поступили на первый курс, будут ориентироваться в военмехе. Наш курс, он как бы имеет свой уровень секретности. Почему им будет доступна вот эта вот информация? И как они будут свободно ориентироваться, если они считаются фактически или фактически не являются студентами? Ну, ориентироваться, это можно рассказать... Скажите, почему ориентироваться по своему расписанию? У них в расписании есть кабинеты, допустим, вычислительные центры они все сразу могут найти. Ну, это условно, скажем. Мы уже в учебном процессе, мы говорим еще до учебного процесса. Какое число? Какое число? Какое число? Третьего августа. Ну, 5-го, 8-го, 30-го июля, целевики. Ну, 5-е, 8-ое, потом комплектование групп, и только в конце августа. Так, подождите, в первый курсе же нет у нас секретности. У вас тут не в один, у вас нет кабинета? Да, их не было на каждом кабинету. У меня, так говоря, все достаточно любопытные, и кто-то может лезть не туда. Или зайди не в кое-как. Так же, так же, так же, так же. Какие аудитории не так легко пройти, на самом деле. Да, но очень сложно. Никто не ваше. Ну, так же самое, извините, но то, что будет проводить в рамках научного конференции, так же самое, как и люди, которые занимающиеся наукой, они не могут понять. Так же самое, могут быть любопытными, пройти куда не надо. Ну, по этому нужно в правом деле не надо. Можно, Галей, послезать, да. Будут назначены люди, которые будут направлять участников конференции, куда они идут, куда они идут. А у нас адаптеры будут направлять студентов и следить за теми, что они идут. Я хотел бы не согласиться с тем, что адаптация до начала учебы. Просто и на городе, которые приезжают в общежитие, начинают работать, по-моему, в числе заселения. И, как бы, если 10-го числа, допустим, начнется, то 10 дней, как минимум, придется жить где-то, где-то. И еще я хотел спросить по поводу... Давай первый вопрос. Ты имеешь в виду именно студентов, которые только поступили? Да. Твой вопрос, как они смогут зайти в ВУЗ, там, да? Нет. У меня сейчас было предложение о том, чтобы начать адаптацию еще во время зачисления. Но в самом последнем числе... Это будет 31-го числа, когда все организовано, весь первый курс собирается в актовом зале. Они все заходят в университет. Хорошо. А второй вопрос, это, получается, помимо работы с психологами внутри ВУЗа, будут, возможно, какие-то выезды именно от самих адаптеров? Это в будущем. В будущем, конечно, будет. Да. То есть, если возможно будет и так далее, то... ...вополняем эту реальность. Так. Получилось. Здесь надо, чуть-чуть по-другому. Спасибо.